Мы разметили квадрат четыре стороны по 10 метров. Итак, представляем наш новый комплект Geometer S7 с приемником GM Smart. Здесь внешний аккумулятор Power Station, Geometer. Итак, мы установили приемник точно на уровне первой точки. Выставляем первую точку и переходим ко второй точке. Итак, я вижу расстояние 9,9 метров. Давай, ставь вторую точку. Идем на третью точку. Что здесь у нас получилось? Тоже получилось 10 метров 9,9 метров. Ну, плюс-минус 10 сантиметров у нас отклоняется. Так это на бесплатном сигнале. Это даже не РТК. Вот так работает режим сглаживания в приемнике GM Smart. Так, здесь небольшое отклонение в большую сторону 10,1 метров. Ага, чуть-чуть ножку подправил, получилось 10,0. Сохраняем. Итак, что у нас? А, чтобы периметр был, надо вернуться на четвертую точку. Ну, 98,1 квадратный метр у нас получилось. После того, как мы измерили участок, мы можем измерить расстояние между точками. У нас четыре точки, то есть мы берем площадь, расстояние и вот наши точки. Измеряем, допустим, между первой и второй точкой. В расстоянии 9,9 метров. Потом мы от второй точки до третьей точки мерили, получили 10. И от третьей до четвертой точки мерили 10 метров. Угу. И потом математика посчитала, у нас была погрешность в двух точках 9,9 метров, поэтому мы получили погрешность 98,1. 1,9 квадратных. На 100 квадратных метрах? На 100 квадратных метрах на бесплатном сигнале, что немаловажно. Да, да, да. И традиционно измеренный объект мы можем проверить на картах Google. Запускаем файл KML. Открывается программа Google Планета Земля. Вот, пожалуйста, наш объект, с которым мы работали. Спасибо за просмотр. Для вас за минут ты хотела определсть освещаться тяга. Были над этих схем Eenтигалий 이용е тех порой. Это что-то с этим мне кажется на оно командой. Продолжение следует...